всем привет ребят сегодня у нас очередной игрой на обзоре будет это будет смерть почему прокачивал потому что буду с ней проходить подземки то есть это не донатный герой герой очень старенький имеет неплохой домах давно нет принципе на подземках вместо анубиса вполне может себя офигенно показать скорость атаки как видите высокая но в 1 вот так вот жизни немного атаки хватает скорость атаки неплохая ну принципе вот такой вот герой сейчас мы будем прокачивать делать аргументацию мы уже дальше использовать на подзем очках на прохождении видите у меня сила немножко подросла не из-за того что я там особо прокачал и героя на просто поднял им просвета и еще немного и будем уже докачивать судьбу так вот такой вот у нас герой в принципе раньше использовался на пвп локациях везде где только можно но потом его забросили из-за того что вышли новые герои герой стал не особо актуален скорость перед движением передвижение не особо большая то есть герой летающий дальник так сейчас резну ну на низких ловелах может этого его еще и можно использовать но дальнейшем честно говоря нет как видите очень медленная скорость атаки приличная бьет по героям как видите и бьет довольно таки неплохо минус конечно же это скорость и жизнь ну как и у многих старых героев такс как видите сейчас такое только две цели также восстанавливает себе жизнь нанесенного урона ну принципе это неплохо ну опять же чем больше урона тем больше шанс что герой просто сольется на любой отражалке так ладненько давайте делаем эволюцию я уже просветить и на героях и прокачивал вот у меня карт нету единственная которая была смерть ужас так сделали поехали агентацию в общем все как обычно так можно было в принципе с фактом качнуть у меня такая на основе есть вот думаю нам даже бавашки хватит для подземок так за камешки агентация окей есть посмотрим что у нас тут принципе можно даже поменять вот так по чарам любые чары там принципе лучше всего даже такие вот на атаку чтобы побольше дамага было я пока заморачиваться как обычно не буду здесь лучше всего для нее тащить крит так как она них находится в критовой фракции поэтому лучше собрать ее на максимальный урон у скрит урон даже не надо просто на ролик чем побольше крита атака и особо не нужно лучше чтобы выскакивали одни крит и так поехали точность не надо если ее собирать на сегодняшний момент это чисто для подземок для тех у кого нет ганубиса очень неплохая интернатива из-за того что нету кулдауна купидон валька афина например ее отлично зарядят и у вас все будет с подземками good так смотрите как уклонение дают так есть так еще один крит ну давайте попробуем вот так даже оставим потом переролим вот она собрана у нас на крит практически максимальный так давайте я не набрал золото в принципе у меня золото здесь должно быть мешках немножко ее подкачаем под вторую эволюцию и уже посмотрим как она будет скритовать для нее принципе открыта судьба 12 скилл если у вас есть лишние кулачки но нету анубиса то в принципе вполне стоит ее прокачать чисто для подземок так смотрю но это конечно не у нас изначально ударило так давай вот видите 47000 там выскочил ну то есть урон у нее нефти скажем так сейчас мы поставим ей там цену она у нас пока первого скилла давайте так давайте еще ее до апгрейдим и сейчас поставим на вторую эволюцию и попробуем с первым скиллом посмотрим разницу уроне так давайте рун и поставим так чем рунами поставим давайте пакт поставим вот такая вот сборка будет атакующие нельзя ману просто так терять уже сила поднялась противники с юнитами пошли иногда бывает намного дольше бегаешь по противникам чтобы нормально минусом ударить так отлично есть м 185 сразу же делаем вторую эволюцию как видите героя можно купить за 7000 кристаллов как вариант в принципе лучше чем в 20 было раньше так уточнение раньше на других героев тратить надо так окей надо вырастить здесь капитана драйка еще но Продолжение следует... Так, в принципе, что я парюсь? У меня же есть сумочки. Поехали. Так, отлично. Вот она у нас уже на максималке. Как видите, жизни у нее немного, атаки, в принципе, неплохо. Ну, конечно, бонусы мы набрали намного больше за счет седьмой руны и просвета. Ну, в принципе, вот такой вот у нас получился герой. Поехали. Пока первый скилл. Попробуем найти кого-то попроще. Так, стрелок есть? Ему есть. Да, стрелок есть. Вот видите, ушаталась сразу. Ну, конечно, тут за счет порочного пакта. Так, давайте так. Ну, вот, отлично. Опять стрелок, да сколько можно тогда? Все со стрелками. Ужас просто. Так, окей. Ну, смотритель, как вы видите, бьет нехило так. Сейчас она наберет энергию. Ну, два героя, правда. Ну, вот так вот сразу минуснуло. Ну, там они не особо были живые. Сейчас досмотрим. В принципе, должно хватить еще ультануть. Ну, вот так вот она бьет. Так. Это все хорошо. Поехали, покажу вам ее в деле на подземках. Почему именно этот герой хорош для подземок? Пальки, к сожалению, у меня пока нет. Так, качаем немножко скилл. Так, есть. Вот он практически на максималке уже. Поехали. Подземку эту попробуем. Правда, я не знаю. Сейчас ее, наверное, башенки вышатают. Скорее всего, да. Надо брать с собой выражение. Ну, как видите, 70 отхил немножко есть, но... Ну, шатает. Героя шатает. Я вам уже покажу дальше ее на пятой кошмарке. То есть, там, варианты есть 5-10 с ней проходить. Даже на седьмой кошмарке ее можно использовать. Тестировали. Ну, как видите, сама себя хилит. Единственное, что и надо разгона, чем побольше. Сейчас попробуем поставить еще тыковку. И выражая. Для отхила. Вот выражай на отхилы и тековку выпускаем. Ну, и сейчас, соответственно, смотрите на героя. Как она сейчас будет их сливать. Вот ее урон идет уже намного больше. Четыре с половиной миллиона. Она задамажила. Вот так вот. Вот, в принципе, вся, как бы, ее суть. То есть, кулдауна нет. Если бы у нас была еще Валька, которая это заряжает, либо Купидон, в принципе, без проблем. То есть, есть смысл этого героя качать, особенно для без доната. Альтернатива, конечно, если у вас будет Анубис, все будет намного круче. В пвп локациях там особо смысла от нее никакого нет. Давайте сейчас ради интереса еще. Посмотрим на нее в экспедиции. Вы видите, какой у нее урон. Так, у нас опять, сейчас, смотрите, активируется. Ну, скорость атаки у нее приличная. Вот, смотрите, вот это она минусынула героя. Так, ну, успеешь или нет? Вот так вот. Жизни маловато. В принципе, все. Вот такой вот герой. Будем в дальнейшем его уже прокачивать. На 12-й скилл находится вот это песчаный, пустынный, не знаю, песчаная буря или как его. Я не помню, как она у нас называется. Не заморачиваю, честно говоря, названиями. Ну, тут довольно-таки прикольные герои. Самое основное здесь есть бочка, которую мы будем скоро тоже делать обзорчик. Делать с нее имбу. Также есть Анубис. Вот альтернатива. Ну, Рину, там Митаса немножко другого плана героя. Ну, а Фараон то же самое, что и, в принципе, Смерть. Старенький герой, которого использовать можно, но есть по универсальной. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.